Общепризнано, что столица Арктики – Мурманск. Наши люди категорически с этим не согласны. Столица Арктики – Кемь. Нескромно, а здесь и не надо. Суровый климат не оставляет места с сантиментом и нерешительности. Если заявился резидентом Арктики, то развивать будем не один мотель, а сразу целую дестинацию. 50-60 тысяч туристов за сезон проходят, проезжают, проплывают транзитом через Кемь на Соловки и ничего не оставляют после себя, кроме разбитых дорог. Ибо негде. А можно сделать десяток туристических маршрутов. Один такой сейчас для вас. Начнем с вокзала, как в детской лоскутной ходилке, которую смастерили местные умелицы музея Поморья. Чтобы дети знали название старых улиц, назвали памятные места, исторические места Кемьи. Надо пройти, отвечая на вопросы по истории края, по карте из ткани, сделанной в стиле лоскутного шитья. Карта одеяла – лишь один из экспонатов музея, новый корпус которого расположился в старинном здании 901 года постройки, здании бывшей шкиперской школы. Это старинное здание, и нам бы хотелось это здание сохранить. Потому что не так много осталось зданий в Кемьи старых, таких вот постройки, столетней постройки. Дойдем до Успенского собора. Затем и до Благовещенского. Что сейчас на реставрации? Рядом, по иронии судьбы или по насмешке советских властей, административное здание НКВД. Этот дом как раз связан с одной из таких трагичных историй нашей страны, не только Карелии. Это ГУЛАГ, главное управление лагерей, и в том числе это СЛОН. Соловейский лагерь особого назначения, один из первых лагерей вот этой системы. На третьем этаже располагалось управление лагеря. Комнаты освобождены, необходим ремонт и можно сделать еще один музейный зал. Затем, как и все туристы, отправимся в Рабочий Островск. Еще одно место скорби или место силы. Место пережило очень много интересных событий, как плачевных, так и интересных, добрых событий. Как пересыльный пункт, английская интервенция, так и съемки фильма Остров в 2005 году. Это здание позиционировалось для многих как место необыкновенной целительной силой. И это можно испытать на себе, даже находясь здесь. Оно очень спокойное, хорошее. И в любом случае, любому туристу хочется даже хотя бы показать своим родственникам, друзьям или знакомым, где они находились, фотографировав. Туристический маршрут, напомню, примерный. А значит, представляем, что дзен постигаем не у полуразрушенного, а отреставрированного домика из фильма Остров Павла Лунгина. Отправляемся на Соловке, а возвращаемся в хостел, мотель или вип-апартаменты, у кого какой бюджет. Все это найдем в комплексе «Двор шведского посла». Название отсылает к известной сцене из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Что-что? Кемская волость? О, я-я-я! Кемская волость! О, я-я-я! Да пусть забирает на здоровье, я-то думал, господи! Мы бы хотели, чтобы привлекательная наша кемская волость была не только шведским послам, но и всем гостям нашего города. Здесь будет большой туристический комплекс на любой кошелек. Вип-дом со своим подворьем, мотель на 25 машиномест и главное хостел. 12 номеров, 50 постояльцев. Мы вам предложим удобную кровать, новый матрас, новое постельное белье, одеяло, полотенце, душ, санузел. А еще по плану детская площадка и центр активного отдыха. На территорию ресторан «Карельской кухни». Стоимость проживания от 550 рублей с человека. Цена прежде всего складывается из оплаты труда сотрудников. Это арктическая зона, им род здесь выше, чем в других районах и регионах. Поэтому собственники комплекса двумя руками ухватились за возможность стать резидентами арктической зоны. Минимальные заработные платы здесь, в арктической зоне, у нас достаточно высокие. И компенсация налоговых платежей на фонд оплаты труда, она, конечно, существенна. Анна Петрова ищет и участвует во всех программах развития и поддержки бизнеса в Карелии. Получено два кредита с низкими ставками от фонда по содействию кредитованию. Полтора миллиона на реконструкцию хостела, три с половиной миллиона на реконструкцию мотеля. А теперь они резиденты Арктики. Таких предпринимателей в Киме очень мало, но глава района верит, их станет больше. Круг предпринимателей пока узок, но не замкнут. Осталось немного предпринимателей, но они вот такие, как горстка сильных. Их нужно всех там поддерживать, леять. Я их собираю, говорю, ребята, вот нам вас тут нужно на руках носить, потому что кроме вас никто этого не сделает. А не много их, потому что условия для бизнеса были непривлекательны. Налоговая система одна, а здесь надо на полгода больше топить и платить работникам северные надбавки. Сегодняшние меры поддержки и почетные звания резидента Арктики, по сути, восстановление справедливости. Так считают здесь, на Северах, и готовы участвовать в этом предприятии по развитию арктических территорий.